Давайте вспомним, чем нас кормили в школьной столовой. На первое суп или рассольник, на второе гречка или картошка, размазанная по тарелке, безвкусные плюшки и странно пахнущий чай. Да, исключения бесспорно были. Но в большинстве своем все же это примерный рацион любой среднестатистической столовой. Сегодня питанием школьников занялись серьез, и у ребят за вполне умеренную плату даже появился выбор. Подобного оборудования раньше в городе не было. В город вошел, в школу наши вошли на федеральную программу. В течение трех лет переоборудовали все школы. Это вошли деньги федеральные, городские и областные. Не только вкусно, но и полезно. Ни одного жареного блюда. Все готовится исключительно на пару. Кроме того, руководство пятой гимназии интересуется вкусовыми предпочтениями своих подопечных, благодаря чему меню в столовой регулярно обновляется. Во-первых, это не жарится. Жар пар. Вот вы увидите сейчас блюда, которые у нас имеются на раздаче. Они именно детские питания готовятся. Это голубцы ленивые. Это котлеты, типа паровых они получаются, куриные, говяжьи. К тому же гимназисты узнали, что кроме привычных обедов существуют и ланчи. Облегченная версия своего старшего брата. А что удобно, старшеклассницам нравится. Я думаю, что всем очень нравится, что теперь мы можем пить ланч и покушать в школе. Раньше как бы не было такой возможности наесться булочками, очень сложно. А сейчас полноценный обед. И я думаю, что всем очень нравится. Меню стало намного разнообразнее. У нас можно привлечь и второе. Но в ланч входит более такие блюда домашние. Ими действительно наедаешься, а не просто перекусываешь. Это, безусловно, лучше, чем булки для пищеварения. Ну и как, скажите, бросить нашу съемочную группу на произвол судьбы, да еще и голодными? Вот и шеф-повар не смогла удержаться от того, чтобы нас накормить. Оператору новое школьное меню пришлось по вкусу. Ударим здоровым питанием по юным организмам будущего нашей нации.